МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте, что обычные теннисные мячи совершенно неизвестные нам объекты, которые необходимо изучить. Мы можем потрогать их, рассмотреть. Можем узнать их свойства, поставив с ним ряд экспериментов. Сжимать, подбрасывать, ударить об стену, пол. Можем, наконец, узнать, как они устроены внутри. Все понятно, просто удобные для изучения объекта. Мы находимся с изучаемым объектом в одной системе координат, в одном масштабе, в одном мире. Но допустим, что эта планета Земля лежит у нас в руке. А тот теннисный мячик находится в траве на одном из теннисных кортов планеты. Как теперь будем его изучать? Ни один микроскоп тут не поможет. А если еще стоит задача по синтезу новых мячиков с другими свойствами? Вот такую по сложности задачу решали физики в 30-40-х годах 20-го века, пытаясь прорваться в мир атомного ядра. Самым мощным инструментом для решения этой задачи стал ускоритель. Владимир Векслер, Евгений Фейнберг, Александр Лейпунский, Леонид Зиновьев. Властелина, Кольца. 1957 год. В октябре в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли, а за полгода до этого в марте в Дубне заработал синхрофазотрон, гигантская установка для исследования микромира. Тогда эти два события потрясли весь мир. Слова «спутник» и «синхрофазотрон» прочно вошли в нашу жизнь. Занимаюсь на труде Синхрофазотроном Спустя 20 лет в Пугачевском шлягере синхрофазотрон прозвучал как символ самой высокой науки. По результату соударения любых тел можно судить об их свойствах, например, на прочность, упругости. Так и при изучении микромира ученые, соударяя между собой разные атомные частицы, пытаются разгадать тайны мироздания. И чем выше энергия ускоренных частиц, тем больше вероятность расколоть частицы, известные на сегодняшний день как элементарные, как неделимые первокерпичики материи. До постройки ускорителей физикам приходилось пользоваться космическими лучами как единственным источником частиц высоких энергий. Лаборатории создавались в горах, поближе к небу. Ученые месяцами пропадали в горных экспедициях в погоне за частицами. Вот в одной из таких экспедиций молодой физик Владимир Векслер, один из будущих создателей синхрофазотрона. Именно он через несколько лет поймет, как преодолеть главное ограничение ускорителей. Но это потом. А пока придумали ускорять эти самые частицы в электрическом поле. Поначалу ускорители были линейными, но требование к увеличению энергии частиц вело к практически нереальным длинным установке. В 1929 году американец Лоренс предложил конструкцию ускорителей циклотрона, где помещенный в однородное магнитное поле пучок частиц циркулировал по круговым орбитам, проходя один и тот же ускоряющийся промежуток. Интересно, что Векслер в это время еще работал электромонтером. Циклотроны уже через 10 лет после изобретения практически себя исчерпали. Энергия протонов не могла превысить 20 миллионов электронов вольт. Начинал сказываться эффект увеличения массы частиц при скоростях, соизмеримых со скоростью света. Как будто теория относительности Эйнштейна действительно показывала физикам язык. Вследствие этого нарушался резонанс прохождения частиц через ускоряющий промежуток в итоге вместо ускорения торможения. Физики всего мира пытались повысить энергию частиц за счет увеличения размеров магнита. В Москве в физическом институте в 40-м году Сергей Иванович Вавилов создает специальную циклотронную бригаду из молодых физиков во главе с Владимиром Векслером. Задача найти способ перехода к более высоким энергиям. Другими словами, перескочить барьер, предсказанный Эйнштейном. Наша циклотронная бригада, я был там единственной теоретик, начала обсуждение этого в жарких спорах, доходивших до сильных выражений. Мы обсуждали возможные изменения в систему ускорения. Война, конечно, поставила перед учеными задачи иного свойства, но Векслера эта проблема, по-видимому, не отпускала, потому как спустя четыре года он обращается к Фейнбергу с просьбой. Векслер спросил, а у тебя нет книжки Беккера «Электронная теория»? Я сказал, есть. Не можешь мне дать? Пожалуйста, конечно, отдам. Векслер прочитал первые несколько глав. Я в этом говорил, что же было бы, если ты прочитал еще больше в этой книге? Он придумал, как сразу рывком перескочить через реликвидский барьер. Это главное, я считаю, его идея не ползти, увеличивая к нему, увеличивая размеры магнита. не придумывая разные системы, которые позволят еще немножко, еще немножко, еще немножко, а совершить такой рывок. Идея была настолько проста, что оказалась странным, как мне не пришли раньше. Чтобы сохранить резонанс, Векслер предложил синхронизировать частоту обращения частиц с частотой ускоряющего поля, однако для практических целей одной идеи было недостаточно. Это по существу задача автопилота. Но он не знал, сколько автопилот, объяснил, и что надо еще показать, что придет на правильный курс, на правильное соотношение этих частот. то я тут же сел и, пользуясь тем, что я знал, математически показалось, что да, будет устойчивость, будет приходить, автопилот будет как бы выводить на курс. Совершенно очевидно, что без строгого математического доказательства ни одна столь революционная идея не может быть воплощена. Это как если бы тогда кто-нибудь сказал, что придумал автомобиль, способный развивать скорость 30 тысяч километров в час и стал бы строить завод, не проверив, насколько реален принцип конструкции этого автомобиля. Так вот, то, что устойчивость процесса ускорения, предложенного Векслером, строго математически доказал Евгений Львович Фенберг, об этой детали на полувека забыли. Почему? Кто знает? Сегодня ответить уже некому. Кстати, за 6 лет до этого именно Векслер оставил молодого Фенберга в Москве. Векслер уезжал в очередную командировку в горы, ловить космические лучи. Буквально перед отъездом он встречает в коридоре физического института Фенберга и узнает, что тот по распределению после аспирантуры едет в Ярославль. Векслер, будучи порторгом института, распоряжается оставить талантливого физика в институте и, как мы видим, теперь тем самым обеспечил в недалеком будущем теоретическую базу для воплощения в жизнь своей гениальной догадки, как будто чувствовал. Евгений Львович Фенберг умер в декабре 2005 года. Это интервью было записано в июле того же года. Все сомневались, как вот эти эти молодые люди, которые никогда не занимались ускорением проблем ускорителей, чтобы решили, так вот пришли к такому поразительному результату. Эти мальчишки, которые никогда не занимались ускорительными, придумали такую вещь, которая совершенно перевернула лицо ускорительные техники. И идея Векслера, конечно, оплодотворили всю будущую физику. Итак, Векслер выдвинул идею, а Фенберг строго математически доказал ее жизнеспособность. Идея Векслера была названа принципом автофазировки. Независимо от Векслера, спустя год идею автофазировки предложил американский физик Эдвин Макмиллан, который впоследствии полностью признал Векслеровский приоритет. И это было с его стороны поступком, ведь Советский Союз по соображениям секретности отрицал наличие у нас подобных исследований. Из-за этого Векслер, в отличие от Макмиллана, Нобелевской премии не получил. Хотя в 63-м году Векслер и Макмиллан за предложение принципа автофазировки удостоились международной премии «Атом для мира». Предложенный Векслером тип ускорителя, в котором резонанс автоматически достигается за счет изменения частоты в соответствии с изменением массы частиц в процессе ускорения, назвали синхроциклотрон. А ускоритель, использующий Векслеровский принцип для разгона электронов, синхротрон. 13 августа 46-го года выходит сразу два постановления Совета Министров Советского Союза, подписанные Сталина. Первое, по созданию синхроциклотрона на энергию диетронов 250 миллионов электрон-вольт. И второе, синхротрона для работы с электронами на энергию 1 миллиард электрон-вольт. В США уже был создан синхроциклотрон на энергию 190 миллионов электрон-вольт. И начали строить синхротрон на энергию 250 миллионов электрон-вольт. Ускорители Советского Союза должны были перекрыть энергию американских в несколько раз. Оба постановления выходят с грифом «Совершенно секретно. Особая папка». За потерю одной странички документа с этим грифом, я не знаю, можно было лишиться головы, наверное. Но, к счастью, мы ничего не теряли. Хотя у нас был один случай, когда потерял один наш сотрудник. Действительно, потерял один листик из документа. Не могли найти долго, и ему грозило, но, во всяком случае, грозил арест. К счастью, в последний момент этот листик нашли, где-то под шкафом завалялся. Это было вызвано тем, что строительство ускорителей шло в рамках проекта создания атомной бомбы. Сами по себе ускорители к бомбе не имели прямого отношения, но на них возлагали надежду в получении точной теории ядерных сил, что было крайне желательно при расчетах бомбы. Правда, все оказалось не так просто, как думали поначалу. И следует заметить, что такая теория до сих пор не создана. Синхротрон решили строить в Москве, на территории физического института. Синхроциклотрон в 125 километрах к северу от Москвы в районе Иваньковской ГЭС. И здесь новый поворот. Академик Украинской Академии Наук Александр Ильич Липунский выдвигает идею возможности создания на основе принципа автофазировки ускорителя, в котором бы соединились особенности синхротрона и синхроциклотрона. Впоследствии Векслер назвал такой тип ускорителя синхрофазотроном. Такое название становится понятным, если учесть, что синхроциклотрон поначалу называли фазотрон. В соединении с синхротроном и получается синхрофазотрон. Из всех типов ускорителей, основанных на принципе автофазировки, синхрофазотрон в техническом отношении самая сложная установка. И в то время многие сомневались в возможности создания такого ускорителя. Но синхрофазотрон позволял значительно повысить энергию ускоренных протонов, и Липунский, уверенный, что все получится, берется за реализацию своей идеи. В 1947 году в лаборатории В, вблизи станции Обнинская, ныне город Обнинск, под его руководством, специальной ускорительной группой, началась разработка такого ускорителя. Одна деталь, о которой мы сейчас даже не задумываемся. Ведь все, вплоть до траектории движения протонов у ускорителей, считалось вручную. Теперь это, казалось бы, смешно, но трудность была в том, что считать, рассчитывать траектории мы могли только либо с помощью логарифмической линейки, что не давало нужной точности, либо на арифмометрах. Вот те, которые используются в бухгалтерии. В декабрю 1948 года технический проект синхрофазотрона на полтора миллиарда электронвольт был готов. Лейпунский собирается представить эскизный проект синхрофазотрона уже на 10 миллиардов электронвольт, подходит к завершению создания действующей модели ускорителя. И вдруг, в самый разгар работ правительство решает передать работу над синхрофазотроном в Москву, в ФИАН. Зачем? Почему? Ведь ФИАН уже занят созданием синхротрона на 1 миллиард электронвольт. Да в том-то и дело, что строить два кольца было слишком дорого. Естественным образом возник вопрос, какой целесообразнее? Специальное заседание ведущих физиков постановило ненужным сооружение синхротрона из-за отсутствия большого интереса к ускорению электронов. Таким образом рушилась заветная мечта Векслера построить самый крупный ускоритель, каковым должен был стать, по его мнению, синхротрон. Тогда он предлагает отказаться от сооружения синхрофазотрона на 1,5 миллиарда электронвольт, а строить сразу на 10 миллиардов. То есть тот, который в будущем должен был делать Лейпунский. Правительство принимает это предложение, так как уже известно о проекте синхрофазотрона на 6 миллиардов электронвольт в Калифорнийском университете, и нужно было хоть на время оказаться впереди США. Тема синхрофазотрона переводится в Фиан. Ее научно-техническим руководителем назначается Векслер. Получить это руководство для Фиана, несмотря на то, что дела у Лейпунского в этом направлении шли успешно, не представляло особой сложности. Во-первых, по воспоминаниям современников, Векслеру очень благоволил Берия, который был под впечатлением его доклада по автофазировке в правительстве. У-вторых, Сергей Иванович Вавилов был в то время не только директором Фиана, но и президентом Академии наук. Лейпунскому предлагают стать заместителем Векслера. Мы с Александром ездили, по-моему, не раз к Векслеру, пытались понять, каково будет взаимодействие наших двух групп, когда они садятся. Сам Векслер на меня произвел такое очень хорошее впечатление. Безусловно, умница, голубой, приятный. И я думал, что, ну ладно, перейдем, будем вместе работать. Векслер без всяких комплексов, все нормально будет. Но Александр Ильич не захотел. Ну, понятно, что два медведя в одной биологии не уживутся. Он не захотел. И я сказал, что Александр Ильич и с вами тоже в Союзе. Впоследствии Лейпунский и Казачковский стали ведущими специалистами в Советском Союзе по атомным реакторам и за свою работу в 60-м году были удостойны Ленинской премии. Перед строительством большого синхрофазотрона решили построить в Фиане его действующую модель. Это была уже вторая по счету. Первая делась в Обнинске группой Лейпунского. Все модели синхрофазотронов, начиная с Обнинского, создавались и запускались под руководством инженера Леонида Петровича Зиновьева. Это был королев синхрофазотрона. Он не просто знал все узлы этой фантастической машины. Он знал ее до последней гайки. Собственно, он и воплощал ее в металле, вдыхая в нее жизнь. Учитывая, что никто на Земле до этого не строил ускорители подобных размеров, здесь на каждом шагу нужно было находить новые инженерные и технологические решения. Вот она, Фиановская модель. Малюткой не назовешь. Магнит диаметром 4 метра весит 290 тонн. Когда собрали модель в соответствии с расчетами и попытались запустить, ничего не вышло. Пришлось преодолеть много всяких непредвиденных технических трудностей, прежде чем ускоритель заработал. Незадолго до пуска модели в американском журнале появилось сообщение об улучшении магнитной системы ускорителя, названной жесткой фокусировкой. Она давала возможность сократить размеры магнита большого дубнинского ускорителя. Зиновьев сразу оценил открытие американцев и предложил перепроектировать установку. Но для этого надо было поступиться временем. И Векслер сказал тогда нет. Хоть на один день, но мы должны оказаться впереди американцев. Вероятно, в тот момент в условиях холодной войны он был прав, лошадейные приправе не меняют. И большой ускоритель продолжали сооружать по ранее разработанному проекту. Модель помогла в решении многих принципиальных вопросов. Но диаметр электромагнита дубнинского синхрофазодрона составил уже 60 метров, а его вес 36 тысяч тонн. Этот электромагнит по своим параметрам до сих пор остается в книге рекордов Гиннесса. О сложности создания подобного инструмента познания мира говорит тот факт, что при условии мобилизации неограниченных интеллектуальных и материальных ресурсов потребовалось 8 лет для его создания. И это при напряженнейшем графике, когда люди ночевали прямо на рабочих местах, при том, что к работе были привлечены такие люди, как академик Александр Львович Минц, лучший специалист в Советском Союзе по радиотехнике, построивший не один ускоритель. Электротехникой занимался Ленинградский НИИ под руководством Евгения Григорьевича Комара. Да и в целом над созданием Дубнинского кольца работали тысячи специалистов, среди которых было много громких имен. При выпуске новой модели автомобиля мы восхищаемся инженерной мыслью, обновившей тот или иной узел. Здесь каждый элемент этого гиганта открывал новую область техники. Немного найдется областей человеческих знаний, опыт которых не был бы востребован при создании подобного ускорителя. А физическое обоснование проекта сделано под руководством теоретиков Матвея Рабиновича и Андрея Коломенского. Наконец, все было готово для пуска машины. Обстановка напряженная. Векслер не щадит ни себя, ни сотрудников. Очень долго не могли получить так называемый бетатронный режим, без которого невозможен запуск ускорителей. Было много разных предложений, но ни одно не приводило к успеху. Именно инженер Зиновьев в самый ответственный момент понял, что надо сделать, чтобы вдохнуть жизнь в синхрофазотрон. Эксперимент, по его предложению, к которому готовились две недели, наконец дал долгожданный результат. Это происходило поздно ночью уже. После того, как был получен первый оборот, нужно было пучок вывести, повернуть и прокрутить по магниту. И вот назывался это бетатроном. И действительно пучок прошел. Владимир Владимирович Векслер, по-моему, он отправил своего шофера, он ездил тогда на зиме, отправил шофера в город, чтобы привезли ящик шампанского. Это произошло 15 марта 1957 года. Мир узнал об этом лишь спустя месяц из статьи Векслера, опубликованной в газете «Правда» 11 апреля, когда постепенно поднимаемая энергия ускорителя превысила энергию, лидирующего в то время американского синхрофазотрона. 208,3 миллиарда электроновольт, сообщала газета, извечая тем самым, что в Советском Союзе создан рекордный в мире ускоритель. Сбылась заветная мечта Векслера. 16 апреля энергия протонов достигла своей проектной величины в 10 миллиардов электроновольт. А спустя два года 12 человек во главе с Векслером были удостойны Ленинской премии за создание синхрофазотрона. Очень жаль, что среди этих по-настоящему заслуженных людей не оказалось Евгения Фейнберга и Александра Лейпунского. Синхрофазотрон позволяет проводить интереснейшие эксперименты. Гигантская энергия, которой ускоритель наделил протоны, придает им сокрушительную силу. И человек направляет их к цели, к ядру. Через выводные щели частицы помчались к установкам экспериментаторов. Благодаря колоссальной энергии, которую приобретают протоны с помощью синхрофазотрона, ученые получили возможность наблюдать образование новых частиц материи. Сегодня Дубнинскому синхрофазотрону уже полвека. Рано или поздно любое техническое устройство устаревает. Но решение многих задач, определивших прогресс созданий современных ускорителей, было бы невозможно без Дубнинского синхрофазотрона. Он, как и первый паровоз Стивенсон, как и первый космический корабль «Восток», есть неотъемлемая ступень в научном и техническом развитии. В ускорителях, этих творениях человеческого разума, воплотилась практически вся сумма знаний об окружающем нас мире. Недаром писатель Владимир Карцев назвал их «пирамидами ядерного века», по которым потомки будут судить о нас, об уровне нашей техники и культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok